всем привет друзья и сегодня дошла очередь до холста который очень давно был заброшен начат не доделан так и не добралась я до него но сегодня мне пришла идея для видео и я буду делать небо поэтому я закатываю свой холст поверх другими красками по моей задумке должно быть 2 3 занята небом а нижняя часть будет посвящена земле и пространство между небом и землей будет просвечивать закат последнее время меня очень сильно тянет на грозовые тучи возможно это связано с моим внутренним состоянием а может быть и нет и так писать будем маслом я добавила контрастные цвета сразу обозначив грозовые тучи и сейчас в левом углу я начинаю добавлять немного желтого цвета примешивать к моему темному основному цвету как вы можете видеть получается такая грязь цвет очень непонятный но если вы начнете ловить себя на мысли что необходимо отслеживать детали в природе вокруг себя если вы увидите большие грозовые тучи часто можно наблюдать очень непонятный цвет в небе перед тем как начнется гроза поэтому все будет выглядеть достаточно живописно и натурально и теперь я постепенно начинаю вмешивать светлые тона в будущем начнем их миксовать получается такая игра игра контрастов еще необходимо помнить что в живописи в рисунке так как мы рисуем небо да и вообще любое любая стихия до воздух будет это или вода необходимо показывать динамику для того чтобы ваша работа стала более живой в нашем случае это стихия воздух грозовые тучи которые движутся в каких-то моментах они должны заворачиваться и у нас должно создаваться полное впечатление и имитация того что небо имеет какое-то движение и возможно вот-вот польется дождь тем временем я начинаю постепенно смешивать аккуратно наши оттенки у нас создается мягкий эффект имитирующий облака с правой стороны а далее и с левой мне захотелось добавить оттенок который присутствует будет в небе то есть тот тот самый закат и здесь в этих местах он будет слегка просвечивать через облака тем самым мы добьемся такого эффекта как звон наших тонов звон нашей работы работа станет более яркой и будет притягивать наш взгляд все видео по большей части будет на ускоренке тем не менее абсолютно все вам будет видно весь процесс от и до ближе к нижней части неба необходимо сделать тон чуть посветлее но я пока еще не закончила с облаками и начинаю импровизировать и добавлять где-то светлые оттенки где мне кажется они будут выглядеть достаточно выигрышно так как я работала более средними тонами что и вам всегда говорю использовать для начала средние тона и ближе к концу к завершению вы сможете подбелить и добавить яркости в нужных вам местах не забывайте то что облако имеет определенную форму она может растягиваться по небу как в данном случае с левой с правой стороны вы видите как небо как бы вытянута а к центру облака немного закручиваются и создается динамика в нашей работе слева я также немного посветила облака цветом моего заката в палитре я смешивала желтый немного охры и даже немножко телесного нередко в своих работах я использую растушевку пальцем иногда это создает очень интересный эффект очень натуральный и растушевывается все достаточно мягко поэтому нередко я предпочитаю такой способ растушевки как ни странно но иногда пальцем получается даже гораздо мягче растушевать чем кистью тем временем я продолжаю подсвечивать в каких-то местах облака и совсем скоро перейду уже к пространству между небом и землей друзья вы можете возвращаться к этому видео как к методическому пособию повторяя за мной и практикуя свои навыки в тоне и в живописи особенно если вы начинающий мастер художник вам это видео обязательно будет полезно и наверное самое время сказать подписка лайк если ты досмотрел это видео до нынешнего момента давайте вернемся к нашей работе тем временем я продолжаю писать закат пространство между небом и землей а достаточно светлый на фоне неба будет выигрыш на очень смотреться в каких-то моментах я буду затемнять охристой и сиеной жженой с левой стороны у меня будет тон темнее чем справа потому что с правой стороны я решила что у меня будет солнце ближе а с левой стороны уже будет темнеть я немного растушевываю где-то добавляю еще светлого оттенка светлого тона ближе к самому вот этому к этой границе горизонта так будет выигрышно смотреться и более натурально землю я не планирую делать очень подробно здесь будет больше темного тона точно такого же как на наших облаках это позволит картине создать такую целостную атмосферу потому что на всей картине будут присутствовать одинаковые оттенки и это будет так объединять нашу работу те же самые блики в небе помогают также объединять и создавать более целостный вид работы еще на земле мне очень захотелось сделать небольшое озеро в котором будет отражаться закат и вообще почему-то мне в работах очень нравятся все эти отражения в воде в лужах это выглядит очень круто и создает такую особую атмосферу и так я делаю озеро немного его растушевываю и далее более темным контрастным цветом я буду добавлять деревья а пока я делаю сиены жены вот эти переходы слева направо от более темного тона более светлому и так почти черным цветом я начинаю добавлять имитацию леса и слегка растушевываю и растягиваю этот тон для того чтобы он как бы растворялся на общем фоне на общей массе земли совсем забыла уточнить те кто меня смотрят наверняка уже знают безоговорочно но я повторюсь то что пишу я маслом на растворителе потому что мне так больше нравится ну и краска немного быстрее схватывается если честно и вот такой прекрасный эффектный закат у нас с вами получился друзья и надеюсь это видео было для вас полезным пожалуйста напишите чтобы вы хотели видеть следующих роликах подписка лайк